Всем привет! Меня зовут Надежда. Я рада приветствовать вас на своем канале Зеленая Жизнь. Сегодня видео о пересадках. Будем с вами пересаживать наши новинки. И начнем мы, пожалуй, с сингонема. Название я вам сейчас подпишу. Неон Пинг Пун, да? Да, мне любезно подсказали. Мои золотые, мои прекрасные, мои самые лучшие подписчики. Все имена, все как надо. Так, давайте посмотрим. Вообще, вообще сам по себе. Вот, смотрите. Для такого кустика очень хорошая корневая. Очень. Вы знаете, в свое время у меня давненько был сингонем. Я его увидела тоже в каком-то заведении. В общем, мне дали маленький отросток. Он почему-то начал стремительно у меня закибаться. Но я тут была очень молодая и глупая. Ну, ума хватило черенкануть его. И он у меня, вы знаете, так вымахал, что я прям, если честно, была в шоке от того, как сингониум растет. И я опять-таки для себя сделала неверные выводы о том, что все сингониумы так себя ведут. Да, но ничего подобного. Да, возможно, обычный какой-нибудь зеленый, там, самый-самый обычный, который можно встретить везде. Скорее всего, так и есть. Но вот эти вот модные сингониумы, они растут не очень-то и быстро. Ну, я, по крайней мере, делаю такой вывод, смотря на свой распотриколор. Поэтому корневая хорошая. И чтобы она до весны у нас еще наросла получше, да, я, в общем, хочу пересадить его. Ну, можно и в такой же, да, сюда же. А можно даже поменьше. У меня есть вот такой вот поменьше. Давайте примерим. Давайте примерим. Да, вполне. А почему нет-то? Посмотрите, как хорошо зашел. Знаете, что я придумала? Я придумала взять грунт, который у меня был, который я обнаружила при ревизии в грунтах своих, да. Это у меня именно для ароидных. Я сюда единственное, что сделала, это добавила целую кучу вермикулита. Потому что у меня его целая, целый запас. Прям вот так вот. Поэтому я взяла его и добавила. А я его теперь буду добавлять везде. Не же надо его израсходовать в конце-то конкурс. Поэтому я решила его использовать. Вот все вот эти составляющие. И видите, какой он крупненький вермикулит. Он прям классный. Мне так нравится. Ну, ладно мне, главное, чтобы растением понравился, да. Вот. И смотрите. Сейчас мы с вами его установим, этого красавчика. Да, я думаю, да вообще хорошо. Великолепно. У меня вот у этого стаканчика есть еще дренажное отверстие. Не помню, что я в нем выращивала. Но что-то я в нем выращивала, это точно. Понятно, что посадка сама по себе временная. Потому что никакого ведра я ему не даю. Я ему даю маленький, еще даже меньше стаканчик, чем есть. Ну, и ладно. Ну, вырастет он за месяц, за два. Пересадим. Делов-то, да, ребят? Нам только дай что-нибудь попересаживать. И мы пересадим. Все очень быстро. И вот поэтому вот по одному растению не надо никогда делать выводы, торопиться не надо. Каждая, абсолютно каждая индивидуальна. Вот. То же самое с огланелами, да. Вроде как бы неприхотливые. Да, отлично, все хорошо. Но бывает, блин, как попадется. И она и не растет. Стоит на одном месте и все. Ну, просто я вот у девчонок смотрю много видео. С огланелками. Бывает даже вообще диву, даешься, думаешь, да как так-то? Вроде же неприхотливая. Да, ничего подобного. Так. Ну вот. Как вам? Знаешь? Сейчас мы вот так поставим его красивенько. И вот так он неончик. Пинк-неон. Пинк-неон. Будет у нас жить. Обязательно сейчас я пролью. Но я хочу ему дать не просто стаканчик. Я хочу ему дать слона. Вы помните моего слона розового? А теперь давайте сделаем вот так. Раз. Ать. 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 Как будто тут и был. Домой ты, малыш. Мне кажется, они созданы друг для друга. Я не знаю. Прелесть. Вот так вот. Теперь нашему слонику будет не скучно. Мы обязательно польем. Так. Так. Хорошо. Отставляем. И я побежала за следующей растюшкой. Следующей на пересадку. Следующей на пересадку это у нас Imperial White. Syngonium Imperial White. Отлично. Посадим его в такой же грунт. Единственное, что я не знаю, да, это какая корневая у растения. И я пока не знаю, какое подобрать, а что. Ну, потому что я не вижу корневую. Поэтому мы сейчас с вами все это будем делать вместе. Здесь хорошая корневая. Здесь хорошая, довольно-таки корневая. Посмотрите. Отлично. 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 Ну, так. Я побежала за... Я побежала. За горшочком. Это, конечно же, обязательно будет беленький. Сейчас вернусь и покажу, какой я выбрала. А выбрала я тот самый горшок, который совсем недавно показывала в обзоре, который я купила на Велборисе. Это 750 мл. Вот такое там отверстие. Оно идет с поддончиком. Поддончики, если что, всегда маленько деформированы, но это не критично. Они потом выравниваются. Просто едут они вот так вот. Я заказывала тогда... Я заказывала два раза по 12. Так что я заползлась. Я молодец. Вот, посмотрите. Я думаю, что отлично должно быть, да? Так, сейчас мы с вами насыпем грунт. Тот же самый. Да. Тот же самый. Ну, отлично. Тот же самый. И монстеру мы с вами посадим сюда же. Ну, в смысле, в такой же грунт. Так. Насыпала вот буквально, да? Сейчас давайте установим. Сейчас посмотрим. Как он у нас с вами присядет. На хорошую присядет. Я его маленько сейчас заглублю. На сыроватые их поливали недавно. Так. Как-то вот так. Тоже? Не знаю. Давайте вот так вот это иду. На этом уровне. Вот так. И давайте с вами засыпем. Так. Ну, молодец, конечно. Поставила вообще не с той стороны. Неудобно поставила. Я же правшу. А грунт поставила слева. Так. Господи, сколько кайфа. Сколько удовольствия. Посадки. Посадки, пересадки. Девчонок, каждый день что-то происходит. Чего-то кто-то черенкует. Кто-то, что-то, по-моему. И у меня теперь тоже. Нет, то, что каждый день там. Не то, что каждый день, да. А каждые выходные. Что-то там с орхидеями делаешь. Что-то там вот. А ну, как-то, знаете. Ну, растение уже не первый год. Допустим, да. Допустим, да, живет. И, конечно же, конечно же. Это уже, ну, как-то по накатанной, что ли. Ты уже знаешь, что с ним делать. Как с ним делать. Вот, и кажется, что это уже настолько просто и элементарно. А здесь новое растение. Так, еще маленько сейчас подцепим. Я так думаю, что после того, как я полью... Вот, какой он пушистый. Этот грунт, он просто невероятно пушистый. Так. Я думаю, после того, как я его полью, он еще осядет. Ну, мы с вами и поливать-то тоже будем вместе. Вот. Вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот так вот. Брунт я, конечно же, выбирать не буду, потому что нам его, мне кажется, придется подсыпать. Вот. В любом случае, да, место есть еще подсыпать, даже когда он маленько подрастет. Очень легкая такая посадка. Для меня это вообще очень легкая, потому что сама по себе я же привыкла лечу. Это камушки. Если их еще намочить, это вообще... тяжесть, кажется. Вот. Вот такая прелесть нас вторая получилась. Вот такая прелесть. Сейчас маленько отойду. Вот. Круто. Хорошо. Пошла за следующим растением. Дошло дело до альбочки. Я пока не знаю. Я пока не знаю, какая там корневая, поэтому я также не знаю, какое будет кашпо. Но я у розового слона сверху уже добавила сверху чуть-чуть лечузы, как декор. Чисто как декор. Ребят, здесь хочу сделать то же самое. Вот прям хочу сделать то же самое. Так. Так, так, так. Давайте. У меня-то у нас стоит, конечно же. А как же? Мы же как-то что будем в нее пересаживать. Поэтому давайте сверху ее подцепим. Скажите, ну не можешь ты без своей лечузы. Не можешь. Ну правда. Правда не могу. Привычка вторая натура. Честно словом. Тут у меня тряпочки делают. Мне обращайте внимательно. Все сразу протираю. Убираю. Протираю. Составляю. Так, вот так вот. Мне кажется, так растение, ну, что... Долее устойчивее. Тут маленькие кусочки муха даже. Видите, у меня есть. Сейчас мы его сюда в грунт сделаем обратно. Вот. Вот так вот. Мне так кажется. Во-первых, это некрасиво. Слишком маленькое количество. Оно не даст никакого там в кусте эффекта, да. Кроме того эффекта, который я раньше наблюдала за лечузой. Когда использовала ее просто как для декора. То есть все свои эссенции я пересаживала таким образом, чтобы был составлен грунт для канцузов, суккулентов, песок и так далее и тому подобное. Всякие там разрыхлители в виде кирпичной крошки и так далее. Там подобное еще раз повторюсь, да. А сверху я, как декор, делала лечузу. И там, где лечузы не было, сверху при поливе... Ох, ешки-матрешки! Ничего себе! Ну, ничего себе, дорогая! Тебе-то прям нужна была пересадка. Да-да-да! Так вот, хочу закончить свою мысль. Мне нужно освободить эти корни, потому что свежий грунт даст питание. Интересная такая земля. Земля, знаете, с песочком, да. С песочком есть такое дело. Очень хороша, корневая. Великолепная. Значит так, сейчас я вот так ее обтряхну. Что обтряхнется, то обтряхнется. Ну, я люблю так говорить всегда. Вообще, по-моему, ком, прям ком. И там, где была сверху, как декор уложено, лечуза, там вода при поливе расходилась равномерно. Вот просто проведите даже эксперимент. Вы поймете, о чем я говорю. Обычный грунт, да, обычный, в который вы сделаете посадку. Один сверху сделаете декор из лечузы, а во втором не делаете. Ну, я думаю, достаточно. И при поливе вы увидите, как это круто. Как она облегчает жизнь лечуза, которая просто сверху уложена при поливе. Не надо стоять и ждать, когда вся посадка наконец-то пропитается, чтобы не просто пролилась, да, эта вода, а чтобы она напитала грунт. Вот тут лечуза, конечно, вообще незаменима. Она пропитывала каждый слой. Шикарно. Так, ну что, я пойду искать горшок. Только сейчас до меня дошло, что я не включила свет верхний. То есть у меня только лампа работает здесь. Так что вы уж мне извините. Я нашла у себя вот такое отличное кашпо. Это у нас на полтора литра. Правильно говорит мой муж. У меня уже кашпо найдутся на все случаи. В магазин уже точно бежать не нужно. Вниз я уложила мох. Так, кашпо я это использую уже второй раз, поэтому я его сейчас помыла. Так, и давайте сейчас мы немножко вниз на дно на мох уложим наш грунт для ароидных. Так, вот таким вот образом. Сейчас примерим нашу монстерку. Ну, вы заметили, да, что никакой осмокот, ничего я не добавляю. Так, чтобы ее поставить ровно, то есть чтобы она вот так вот у меня стояла ровненько, я ей корневую делаю, то есть набок, как она вот так есть. А стволик идет прямо, видите, да? Вот так вот я ее установила. Ничего страшного, как ей надо, так она и будет расти. Так, давайте сейчас вот так вот сделаю телефон. Чудненько. Мне осталось самое приятное, это засыпать ее. А сверху я также сделаю декор. Увидели чузы? Ну, потому что это красиво. Вот. Это красиво. Посмотрим, посмотрим, как она себя будет чувствовать. Мне даже самой любопытно, как у нее пойдет вообще вар этот. По идее, конечно, да, можно было бы сразу же поставить какую-то опору. Ну, у меня опоры есть. Поткнем потом. Поткнем, посмотрим сначала, как она расти начнет. Если очень-очень-очень махом быстро, просто поставим ее и все. Пластиковую, белую, типа решетки, которые я делаю обычно своим хойком сейчас, на данный момент. Нет. Ее установим, ну, либо что-то еще придумаем. Не суть. Я думаю, что этой посадки нам до лета должно хватить. Я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Понимаю, что монстеры быстро растут. Опять-таки, ошибочное мое мнение. Может быть, да? Почему? Потому что обычная монстера, которая у меня была, жила, росла, прекрасно. Сколько она у меня? А сколько-сколько? До лет пять точно она у меня была. Вот, вымахала, как баубаб. Там вообще вопросов не было никаких. Смотрите, какая. Ровненько так стоит вообще. Классненько, ровненько. Давайте мы сейчас ее трамбуем. Альбочка, которую я купила летом, она очень хорошо пошла в рост в Личузе. Она в Личузе нарастила великолепные корни. Есть, есть видео о пересадках. Все есть. И как получала, и с какими корнями получала. И потом мы пересаживали с вами, делали ей групповую посадку вместе с монстером Манки Маск. То есть она стоит там. Все с ней замечательно. Но потом она уснула. Она прям уснула. Боже мой, какая легкая посадка. Просто очуметь. Мне как-то вообще... Надо же. Я вообще отвыкла от таких легких посадок. Вот. Так. Мой, молодец. Какая рассыпала. Насыпала везде. Рукодильница. Так. Главное не переборщить. Потому что мне-то нужно просто для декора. Она сейчас темненькая. Потому что доставалась с... Скажем так... С пакета, да? Вот тут я вижу. Сейчас Макот. Вот, видите? Это устранная. Ну, наверное, израсходность. Да, это старая лечуза. Поэтому тут... Это лечуза, которую я использую повторно. Она промытая. В ней уже, если туда не добавлять, а Смакот, то она, в принципе, просто служит как, ну, тупой грудь. Камушки. Понимаете, да? Поэтому ничего страшного я сейчас не сделала. Просто красивый декор. И потеряла мысль. Что говорила? Что говорила? Не знаю, что говорила. Ай, по поводу того, как быстро растут, как классно растут. И вообще без проблем. Так вот, она у меня уснула. Вот. И спала она у меня пару месяцев. Сейчас вот проснулась и пошла в рост. Снова дала лист. Лист, конечно, варигатный. Но варигатность у него, знаете, такая размытая-размытая. Спорная-спорная. Возможно, когда кончится действие Асмакот, которого там набабахан, там вообще чисто я, по-моему, лечусь. Ну, ее там прям много. Вот. То и варигатность себя вернется, и все будет хорошо. Смотрите, она очень хорошо стоит на данный момент, да? Вот. Еще раз повторюсь, да? Сделать сюда опору вопросов нет никаких. Тем более, я знаю, что я ее... Корни у нее в основном сейчас вот с этой стороны. Ну, то есть вот так вот можно спокойно ей подставить что-нибудь. Вот так вот. И вот у нас уже с вами три посадки вот таких. Я побежала за кактусом. Нет, не выдержала душа поэта. Сразу поставила опору. Я так думаю, если сейчас, да, я знаю, где корни, и могу поставить опору, не повреждая, то почему бы это сделать сейчас сразу же? Она... Для меня это было сюрпризом, потому что я настолько отвыкла от обычных грунтов, что если ты пользуешься лечузой, да, нужно опору вставить сразу же, потому что в камушки потом вставить ее, ну, очень тяжело. А сейчас, после того, как я сделала посадку, я просто взяла ее раз, и она туда раз, и плавно зашла. И как будто тут и была. Ну, в общем, здорово, здорово. Итак, пока одни плюсы вижу. Давайте посмотрим, какая корневая у нашего кактуса. у нашего кактуса. Мы его с вами посадим сразу же в лечу. Не, ну ты что, не хочешь, что? У него вообще не хочет выходить? И, давай, давай, давай. Тяжеленный, как не знаю что. Тяжеленный. Привет. 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 Давай я тебя аккуратно рассмотрю. Что тут у нас? Как тут у нас? Очень здорово. Очень. Теперь я понимаю, как оно успевает все с растениями, потому что влагоемкие посадки. Это круто. Полила и забыла. Пока там все просохнет. Круто, молодец. И так, и так, и так, и так. Корневая, в принципе, хорошая. Смотрите. Вот я вот, я считаю, практически ничего не делаю. Просто чуть-чуть, да? Обтряхиваю, да, ее? Обтряхиваю. Лишь только для того, чтобы понять, какой мне нужен объем горшка, либо кашпо. Так, тут у нас отошел, видите, малыш. Но мы его посадим, конечно же, вместе. Молодец. Не стала с одним черенком заморачиваться она. Она их начеренковала. И чтобы было пышненько, сразу три. Смотрите, ребят, не знаю. Не знаю, он такой сырой. Я его, понятно, знаете, я сейчас его посажу, и до выходных его поливать не буду. Потому что мне кажется, это вообще он сыроущий. Я, конечно, почитала по поводу него, как там уход, все дела. Так, вот она, наша корневая. Мыть я ее не буду. Нет, ни в коем случае. Кстати, он маленько колется. Он маленько колется. Я пойду найду для него кашпо. Взяла обычный свой вот такой вот кашпо-горшок. Давайте примерим, посмотрим нашу шиповидную девчонку. Шиповидную. Так. Так, 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 так. Я вот все думаю... Да нет, нормально должно быть. Смотрите. Здесь вот так. Можно было бы, конечно, само по себе выбрать. Нет, нормально. В смысле, как бы повыше, да, понимаете? Но я не буду этого делать. Идь. Стой, давай. Здесь нет дренажных отверстий. Все очень просто. Берем, засыпаем со всех сторон. Делаем им очень красиво. Ну, камушки тут вообще вопросов нет. Раз и приняли. Так, ну ты же кактус? Тебе же должно понравиться, да? Вот при какой он яркий, какой он классный. Просто очуметь. Я надеюсь, ты у меня таким же ярким и останешься. Ярким. Большим, красивым. Это я поставлю на окно. Там тебе будет... Там тебе будет... И лапы. И с окна тебе будет. Да. Чуденько. Так. И все. Вот так вот получилось у меня. Но это же не все. Самое трудное я оставила напоследок. А это получается моя бегония. Пойду за бегонией. Не знаю, во что будем ее с вами усаживать. У меня... По-моему, у меня нету ничего с ветилем. Ну, ничего. Я сейчас поищу. Давайте сначала посмотрим на ее корневую. Вообще, Галина сказала так. Она говорит, я ее сверху никогда не поливала. Только нижний полив. Все. Поэтому сверху вот так вот сухо. В любом случае, у меня есть кашпу, которую с нижним поливом и корневым поливом. Да? То есть мы с вами можем просто поставить именно в такое. И следить за тем, чтобы внизу всегда была водичка. Давай, родная. Ну, не так уж и много. Тоже вообще замечательно. Значит, мне не нужно огромное ведро для нее. Вот так вот. И пойдет она у меня вот в этот самый грунт. Так. Я видела, как девчонки делают. Они просто берут такой хлест. Вот так. И все. Я так делать не буду. Я хочу, чтобы она у меня была пышненькая. Не то, чтобы я боюсь. Но я так думала, что не надо пока. Весной. Сейчас просто пересадка. Пойду найду кашпу. Я нашла вот такой маленький. Уложила вниз. Мух. Не знаю. Просто взяла и уложила. Так. Давайте насыпем маленько сюда грунт. Да. Я не знаю, он подойдет, понравится он ей, не понравится. Вот вообще не знаю. Потому что это бегонии. Я в них ничего не понимаю. Вот так я ее устанавливаю. Вот так вот. Теперь мы с вами ее засыпем. Так, засыпем. Я уже приготовила вкусный напиток на литр воды, теплый. Пару капель HB. Пару капель церкви. Так. Ну-ка давай вот так вот. Встанем. Насыпали кругом. Хорошо. Вот так окна. Сейчас еще добавлю. Потому что я сейчас считала трамбула. Вот так вот. Раз, 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 раз. И теперь давайте все это дело с вами чуть-чуть примнем. Примнем. Польем. Благословяйся. Ой, я вообще отдохнула. Прям душой и телом отдохнула с удовольствием. Надо же. Весь понедельник как рукой сняла. Вся эта суета сегодняшняя. Беготня, суета. Какие-то вопросы, какие-то решения. Что-то кому-то надо постоянно. Круто. Вот это вообще разгружает. Да. Я прям спокойно всех пересадила. Обработала. Пересадила. Знаете, вот эта бегония в белом. Контраст, да? Белая. Что ты бежишь? Ты косточку нагрызлась. А теперь мы будем очень громко хлебать. Боня. 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 Успокойся. Пожалуйста. О, боже мой. Так вот. Извиняюсь за собачку. Она после косточки всегда пьет не в себя. И вот такой контраст, да? Таких вот черных, бархатных листочков в белом кашпу. Не знаю. Ее я, наверное, присыпать ничем пока не буду. Но мне хочется за ней... Если все остальные я понимаю, в принципе, растения, да? Более или менее. То ее я же не понимаю. Я первый раз сейчас пролью по краю. Аккуратно. А следующие поливы, это будет нижний полив. Так. У нас еще нет воды в поддончике. Нету, нету. Боня пьет и все еще пьет. Да. Все еще пьет. Сейчас я заберу у тебя косточку. Да-да-да. Хватит грызть косточку. Так. Ну все. Водичка в поддон вышла. Завтра посмотрю, как она подтянется обратно, эта вода. Посмотрим, посмотрим. Но сейчас, на данный момент, я ее так и, видите, внизу, водичка. Так. Ну и теперь давайте все остальные польем. Все, кроме кактуса. Все, кроме кактуса. Ага. Иди сюда. Иди сюда. Самый славный розовый слон. Мы помним, что там есть дренажные отверстия. Поэтому водичка, которая выйдет у нас, она уйдет в поддончик. И будет в самом слойнике. И растение будет остатки этой воды подтягивать. Ну, понятно, что я буду потом доставать, посматривать. Вот. Как и что. Это все потом. Дальше. Здесь делаем то же самое. Поливаем до тех пор, пока у нас не выйдет в поддон. Красивые, конечно, листочки. Такие красивущие. Нет, еще не вышло. А пролить-то непросто, да, первый раз. Совсем другие ощущения. Боня! Боня! Ну ты что? Из сахара сбежала. Так, смотрите. Видите, водичка вышла? Вот так я и оставлю. Я сливать ее не буду. Я думаю, что до утра ее не будет. Ее обратно подтянет грунт. Так. И наша альбочка. У нее то же самое. Видите, внизу есть ножка. Поливая до тех пор, пока туда не выйдет водичка. Тепленькая. Вкусненькая. Я потом ее чем-нибудь, конечно, прищипну. Следующая листья, если пойдет. Не если, а когда. Конечно же, я ее закреплю на этой опоре. Сейчас она просто, у нее как действительно опора. Она просто на нее опирается. Ничем не закрепленная. Ну, ничего себе. Ого. Такая прям уже тяжеленькая. Ну, внизу я еще не вижу воды. Ну, давай, ты где, дорогая? Нет, нету еще. Значит, еще проливаем. Вот. Все. Вышла. Вышла жидкость у нас. Я ее вижу. Не знаю, видите вы или нет, но я ее вижу. Все. Теперь точно все. Я спокойно. Все посадки пролиты. А вот такая наша компашка. Сейчас, секундочку. Сейчас я еще вот так вот сделаю. Вот так. Ух. Какой-то час. Представляете? Ну, это у вас видео, да, будет. Я думаю, я надеюсь, не сильно длинным. А у меня ушло час. Я прям не спешила. Я смаковала каждое движение. Каждое движение. Прям я все делала с огромным удовольствием. Вот как-то так. В добрый, скажем так, путь. Дорогие мои растения. Дорогие мои новиночки. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok